В третьем туре первенства Ленинского городского округа по футболу приняли участие семь команд. Спортсмены 2012 и 2013 годов рождения встретились на поле у Видновского художественно-технического лицея. Всего в рамках первенства пройдет шесть туров, по итогам которых и будет выявлен победитель. Пока у нас есть такой фаворит, команда Квазар с города Видное. Есть возможность их опередить. Игры показывают о том, что нелегко будет Квазару сохранить свое лидирующее место. Однако на этих соревнованиях Квазар не оставил лидирующих позиций. В полуфинале по итогу серии пенальти футболисты обыграли команду «Пираньи» из совхоза имени Ленина. Ощущения хорошие, конечно. Радость большая. Вот у нас меня друг Леха, он отбил. Прям пошли на него все толпой, обнимали. Против «Пираньи» играли и выиграли. В серии пенальти. Мне понравилось, как забил Диня. Но он решающий забил, потом Леха отбил. Финал турнира был напряженным. В середине игры Квазар успешно атаковал ворота соперника. Но под занавес матча футболисты Братеева сравняли счет. Серия пенальти стала самой долгой за время турнира. В РДРе команд показали все, на что способны. Нужно, прежде всего, очень сильно тренироваться, чтобы не стоять вот так вот и не понимать, что делать. Я слежу за мячом. Не следишь за мячом, не топьешь ни одного мяча. Серия пенальти была у нас на самом деле первый раз в жизни, на всех турнирах, в которых участвовали. И сын молодец, отбил два. Это радует. Значит, на правильном пути. Значит, правильно, что посещаем спортивную школу, ездим на соревнования подобные. Ну и в целом, я, конечно же, довольна. По итогам трех туров первенства Ленинского городского округа команда Квазар остается главным претендентом на первое место. Финал соревнований и большое награждение победителей состоится в ноябре. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.